еще раз добрый день уважаемые дамы и господа впереди нас ждет программа экскурсия в новую реальность татьяна именаки здравствуйте татьяна к сожалению то что происходит в некоторых штатах ну в частности отменяют bail out cash bail out то есть залог под который выпускают подозреваемых и скажем в нью-йорке в частности на 40 процентов выросла преступность потому что человек совершивший даже тяжкое преступление выходит на свободу буквально без каких-либо напрягов то же самое происходит в калифорнии насколько я знаю вот о том что происходит в калифорнии сейчас нам расскажет татьяна доброе время суток говорят сейчас я уже говорила что когда-то я написала статью сан-франциско из american futures сан-франциско это будущее это будущее америки к сожалению дело в том что если вы хотите посмотреть что будет происходить в америке там скажем через 5-10 лет приезжайте сюда в сан-франциско и дело в том что как только что-то происходит сан-франциско это мгновенно распространяется по всей калифорнии к сожалению я не говорю о красотах этого города я не говоря о природе я говорю говорю о его политическом его политическом статусе дело в том что вся весь гной который льется в сенат калифорнии сегодня льется из сан-франциско если вы посмотрите даже дорогу диана файнстайн которая стала мэром сан-франциско и после этого попала в сенат и в сенат соединенных штатах такова же история гевина ньюсома который был мэром сан-франциско и я уже говорю не говорю о других сан-франциских будем так говорить монстрах которые попали сегодня в сенат штата калифорния но для того чтобы понять что происходит какой уровень безумия происходит сегодня в калифорнии благодаря во многом благодаря сан-франциско вот передо мной bill sb-82 theft is not robbery то есть представлен билл в калифорнийский сенат что strong arm robbery то есть то что считалось раньше фелони за что давали невероятное наказание сегодня если к вам ворвались дом и без оружия но я имею ввиду огнестрельного а просто там с какими-то я не знаю pepper spray то есть самодельными средствами вас устрашили ограбили и при этом ограбили меньше чем на девятьсот пятьдесят долларов то человек который это сделал практически остается безнаказанным потому что это фефт считается это не робер это не не грабеж а воровство а воровство сегодня в калифорнии уже не считается преступлением то есть но все происходит постепенно еще год назад я покупала в нордсме платье перед тем как полететь в италию и мне менеджер который заворачивал это платье объяснила что они сейчас новую тактику изобрели поскольку их заставляют отпускать людей преступников которые украли меньше чем на девятьсот пятьдесят долларов то они теперь записывают этих людей и обязательно эти преступники приходят второй раз и вот тогда уже когда у них уже на счету больше чем девятьсот пятьдесят две тысячи они уже имеют право их так сказать сдать в полицию арестовать и так далее вы знаете вот вы представляете себе уровень безумия до которых докатился сан-франциско и калифорния дело в том что хорошо нордстром можете позволить потерять там пару-тройку тысяч в день если вам зашло там три три шаплифтера три грабителя за день вы потеряли три тысячи нордстром переживет а вот маленький бизнес который живет там ритейл торговли все вы представляете что такое в день там даже каждый день по тысячи долларов из вас крадут а учитывая что безнаказанность невероятно поощряет и уровень преступности возрос многократно вы знаете я живу в сан-франциско в самом безопасном районе и даже у нас сейчас стали появляться ситуации с грабежами но про машины я вообще не говорю это моя больная тема поскольку я работаю экскурсоводом я работаю на микроавтобусе люди которые у меня работали другие экскурсоводы все практически прошли через ограбление то есть это разбитые стекла машин из машины вынимается то что там лежит и кстати эти люди уходят реально их бессмысленно даже ловить совсем недавно перед камерами на twin pics вооруженные грабители отобрали у корреспондентов ABC отобрали камеру это все заснято было что вы думаете ничего с ними не будет вы понимаете вот это безнаказанность причем широко пропагандируемая она приводит к тому что невероятно поднимается уровень преступности ну вы знаете мой один родственник сказал мне что я ну естественно левый он мне сказал что я расист гомофоб и исламофоб и когда я подумал я поняла что он абсолютно прав вы знаете дело все в том что так получилось что вы когда наша эмиграция приехала в сан-франциско мы жили там где могли а пожилым людям давали вот эти квартиры субсидированные которые находились ну практически либо рядом либо почти в черном районе вы знаете не было стариков которые бы не были ограблены причем всегда это были черные у стариков ходила такая шутка очень мрачная 20 долларов возьми двадцатку для негра то есть это значит что все ходили с двадцатками если негр пристанет надо ему дать двадцатку чтобы он тебя не избил по крайней мере вы знаете вот что больше всего поражало это избиение стариков потому что вы знаете все таки какие-то цивилизда даже ну я не знаю цивилизованные грабители детей стариков не бьют к сожалению с нашим черным населением это запрет не так сказать не действует и вот тогда я уже насмотрелась на это понимаете вот тогда у нас практически я была в этих стариковских домах у меня там было много знакомых я просто не знала семьи где старика мою собственную мать всем утра грабили на остановке и отобрали сумку и слава богу что не бросили на тротуар и обычно в такой ситуации если чеку 80 лет а ей было в тот момент 80 если человека бросают на тротуар он ломает бедро это смедленная смерть понимаете и вот в этой ситуации вот это вот я насмотрелась на это и у меня возникло вот то что мы называем где-то расизмом понимаете потому что когда вы вас восемь раз подряд грабит черный то когда вы видите девятого вы ничего другого ожидать не можете понимаете и вот этот момент очень тяжелый но когда начались другие ограбления уже турист в туристическом бизнесе это были десанты просто у нас такой город окланд есть через мост где в основном проживает черное население ну довольно большая часть и вот они начали ездить с сан-франциско поскольку на туристических точках на всех очень много туристов которые знаете в восторге то оставляют там сумки оставляют рюкзаки там с кредитными карточками и так далее и вот это просто уже превратилась такую как бы законную поживу для них они так разгулялись что они даже стали ездить на турист из окланда нашего окланда стали ездить на туристические точки в лос-анджелес и тут еще одна причина потому что если там люди которые здесь живут они там пытаются что-то восстановить жалуются в полицию то туристы обычно уезжают и ничего так сказать не делают это конечно делает их еще более безнаказанными но когда я попыталась на neighbors.com есть next door.com i'm sorry что-то написать на тему что люди из окланда ездят грабить то меня тут же резко оборвали и сказали что я не имею права ну как бы вот эта форма расизма сказать что приезжают из окланда грабить откуда они приезжают и я как опытный человек я приезжаю на стоянку я вижу стоит вэн с номерами окланда сидит там черный человек которому явно на этой туристической стоянке делать нечего он явно не турист и явно не так сказать не слушать никакую экскурсию то есть сидит и ждет пока какой-нибудь лох турист уйдет из машины оставит чтобы схватить тут же уехать то есть это конечно большая катастрофа но безнаказанность она поощряет это все это и вот сейчас я бы хотела вернуться к корням этой безнаказанности откуда все это идет как это не смешно те кто знает историю русской революции очень хорошо помнят что первое что сделали большевики они выпустили преступников криминалов выпустились тюрем объясняя что они социально близкие это была так сказать та угнетенная часть население на которую красная большевистская революция и опиралась понимаете вот чем беда дело в том что вот этот звенитый восстань просить проклятием угнетенный весь мир голодных и рабов вот это проклятие проклятием угнетенным проклятием угнетенный вот эта тема у коммунистического так сказать манифеста коммунистической революции потому что бедность и в общем-то несчастная жизнь определяется тем что кто-то богат кто-то виноват в этом вот если бы эти проклятые не были виноваты то все были бы счастливы прыгали бы на лужайке и все было бы замечательно хорошо и вот этот вот ложный посыл который стал результатом которого стало то что вот людям разрешают воровать потому что они бедные вот они бедные они голодные но посмотрите на этих черных у них абиссити обжорство и диабет от обжорства самый высокий среди всех так сказать группировок в стране то есть голодных там нет и так сказать там трудно остаться голодным когда все сидят на вэлфере и получает огромное количество людей 70 процентов матери одиночек получает пособие так сказать на детей с которым кормятся отцы этих детей так называемые байфренды которые не регистрируются то есть там все в порядке за счет налогоплательщика там голодных нет но при этом они все равно продолжают грабить и это вот катастрофа полная и значит возвращаясь к корням идеологическом все все этой темы опять мы возвращаемся в американский университет поскольку я училась с 2002 по 2007 то есть вот тогда я наблюдала как это все развивается и вот вы подходите например к кафедре антропологии в американском университете сан-франциско и вы видите что там в основном вот идея на этой кафедре что проклятые белые пришли в америку сгнобили всех индейцев вот опять же эта тема колониализма тема угнетенных и вот только благодаря этому они стали такие богатые а вот эти индейцы несчастные вот у них все было так хорошо пока не пришли бедные эти белые а пришли они и все все сломалось и вот опять же у меня был интересный разговор с одним родственником когда я пришла на фэнксгивинг он не стал говорить с важным видом что это индейцы фэнксгивинг не отмечают потому что для них это была катастрофа присутствия белых их всех уничтожили загубили а до этого они все были прыгали на лужайки счастливые просто как дети вы знаете проблема вся в том что я как историк я изучала историю калифорнии я экскурсовод прежде чем открыть рот говоря калифорнии я очень хорошо начиталась книг на эту тему и вы знаете вы когда входите в магазин то в любом магазине с левой стороны полка вот который эту тему так сказать развивает говорит что пришли проклятые европейцы заразили уничтожили про эксплуатировали а с другой стороны совсем другая полка и вот я как раз то есть вот тот полку который сказать я вам сейчас процитировал вы понимаете о чем говорят потому что мы сегодня читаем это во всех газетах мы сегодня слышим это от своих детей мы сегодня видим это везде там по телевидению как вот все было хорошо пришли проклятые белые американцы уничтожили этих индейцев и вот все несчастье от них берем так сказать этих индейцев ну да будем говорить о том что мне хорошо знакомо это калифорния значит начнем с того что абсолютно точно доказано научными исследованиями что у них процветало людоедство поскольку проблема была в том что у них была собирательная культура они реально жили практически в каменном веке то есть то что упало они собирали вот эта собирательная культура упали желуди они так смолит что-то такой из них спекли на камнях какие-то лепешки съели нет желудей значит съел соседа потому что есть нечего больше было и вот эти периодические периоды голода нападали и дело в том что опять же вы говорите вот индейцы а у дело в том что это были разрозненные племена более того они были выиграны то есть они с места на место перемещались у них не было так вот что они жили там столетием там на одном месте нет они переезжали с места на место тут там травку поели там перешли на другое место дело не в этом а в том что эти племена безжалостно уничтожали друг друга и вот вы наверное вы все помните если вы когда-то читали книжки про индейцев и так далее что индейский воин носил на коне на седле связку скальпов что такое скальп это то что снималось человека пока он еще был жив что интересно и оставляли вот так умирать и вот эта связка скальпов это был признак так сказать достоинства индейского воина вы меня извините что европейцы этому научили или что или они это делали друг с другом по моему друг с другом и вы знаете как вам сказать многие племена просто если бы не европейцы которые пришли а кто пришел я сейчас вам расскажу я говорю о калифорнии сейчас вы знаете их бы просто сегодня уже не было вообще воспоминаний обо них не было по одной простой причине они ничего не меня от себя не оставляли только там археологи могут там что-то какие-то черепки может быть найти и кости так сказать по костям кое-что определить но в принципе у них ведь не было языка у них не было письменной речи как таковой то есть никаких источников и себе они не оставляли и вот сейчас я просто вам объясню на про на простых примерах вот значит миссионерская деятельность начиная с 1700 скажем 769 года примерно вот эти испанские миссионеры которые уже освоили южную америку они начали двигаться начали двигаться на север в северную америку и вот здесь в чем идея была идея была в том чтобы крестить индейцев крестить вот этих дикарей этих сэвиджей да вдобавок еще к людоедству еще была такая замечательная традиция как human sacrifice то есть человеческие жертвоприношения но это и племена майя там мексики делали так далее но вы понимаете когда мы сегодня все знаем только о том какие они были счастливые какие они были сытые и как у них все было замечательно до прихода проклятых страшных европейцев то вы понимаете надо же чтобы кто-то сказал правду никакого счастья там не было там был голод там было людоедство и человеческие жертвоприношения понимаете и вот приходят эти испанские миссионеры монахи под голову мы говорим о калифорнии под руководством отца джуни пересера блистательно образованный человек который знал шесть языков и вот он их ведет и на расстоянии от лошадинного перехода друг от друга вот лошади прошли день он ставит миссии миссии католические которые собирали индейцев и обучали их конечно они обучали христианству но понимаете на фоне людоедство христианство это был большой шаг вперед они обучали их не только христианство они обучали их посадить зерно вырастить и сохранить чтобы они когда наступает весна все не передохли с голоду и вот это был самый важный момент что благодаря им благодаря вот этим вот миссионерам вот эти миссии были по всей калифорнии на расстоянии так сказать однодневного лошадиного перехода и вы знаете вот сегодня все города почти калифорнии лос-анджелес сан-франциско это все города возникли на территории этих миссий вы везде приезжаете в сан-франциско видеть эта миссия стоит до сих пор понимаете эта миссия была одновременно крепость и так сказать феодальное хозяйство и монастырь но тем не менее там учили читать там учили писать а самое главное учили сельскому хозяйству чего у них в помине не было ни представления не имели что это такое и вот знаете какая трагедия это самое главное уничтожение индейцев началось не тогда когда пришли миссионеры научили их сажать собирать сохранять зерно и так далее оно началось тогда когда произошла мексиканская революция и в 1823 году там и все это началось эти миссии были лишены уничтожены у них все забрали у них забрали земли ну то же самое что петр первый сделал с монастырями в россии то есть мексиканская революция здесь абсолютно забрала все земли у монастырей и они потеряли возможность поддерживать и нанимать индейцев чтобы они работали и вот тогда то и началась началось вымирание индейских плевен тех которые уже перестроились на вот эту жизнь которую организовывали вот эти католические миссии но возвращаясь опять же к нашему университету там вам про это не расскажут вам будут рассказывать только то что пришли проклятые европейцы заразили их всеми болезнями действительно когда они пришли у тех кто болел оспой могли заразить кого-то и поскольку индейцы никакого иммунитета вообще не имели они конечно они конечно заражались но вы понимаете это все равно что там обвинять моряков в том что они европу заразили чумой да они заразили они привезли чуму из китая но так что моряков после этого всех проклинать три столетия что ли это бред собачий и конечно вот вы понимаете получается такая история что мы сегодня отдаем своих детей людям которые им внушают ложную версию истории абсолютно ложную значит причем эта версия ложная зиждется на еще одной теме марксистско-ленинской философии и пропаганды этого всего эта тема называется колониализм понимаете вот вся идея кстати ну будем говорить ведь пропаганда советская вот анти колониальных движений она на этом и зиждилась они хотели чтобы поднять восстание в странах где будем так говорить французы португальцы там англичане навязывали как бы свою волю то есть они этими странами руководили и поднять восстание против них потому что идея советской власти коммунизма была распространить коммунизм на весь мир поэтому вот эта вот пропаганда антиколониализма показ того что что все богатства которые имеет европа все богатства которые имеют такие страны как англия америка там они все сворованы вот этих вот замечательных счастливых когда-то до прихода колониалистов людей ну вы понимаете те кто из вас кто был где-нибудь из стран освободившихся от колониального ига например таких как египет там индия малайзия вот этого там понимаете там просто видно вот вы приезжаете в ту же самую индию и вы видите просто перед собой как все что есть хорошего все что оставлено колонизаторами английскими вот сегодня этим индия живет я могу сказать что даже тот факт что сегодня половина силиконовой долины занята индусами это тоже результат английского образования в 1864 году англия открыла министерство образования индии задача этого образования министерства была сделать индию воспитать там класс населения который по мышлению образу жизни был бы англичанами только индусами по крови и они блистательно достигли этой цели потому что они они такую выстроили элиту образованную в индии что это элита была имела своих слуг которые имели своих слуг в результате то есть они настолько оторвались от других благодаря своему образованию и вы знаете ну я просто приведу такой смешной пример что когда я училась в университете то все лучшее на английском языке вот в тот момент вы будете смеяться написано было индусами на английском языке вот лучшая литература такие как джон палахири там и пал там и так далее то есть создали блистательный класс образованных индусов причем мало того класс этот был такой что когда приходили свататься к девушке она должна была встать и перед родителями потенциального жениха прочесть полностью поэму на английском языке там колриджа или ну типа евгения онегина на английском прочесть понимаете наизусть от начала до конца это вот было одно из требований к невесте образованной понимаете и вот такую индию создавали англичане а против чего они воевали я тоже могу вам рассказать вы знаете что такое сати это обычай когда заставляли вдову взойти на погребальный костер мужа и сгореть вместе с ним вот это было абсолютно принято в индии и англичане это остановили причем смертными наказаниями невероятными там жестокостью но остановили они это и буквально совсем несколько лет назад мой знакомый один путешествовал по индии и он за не по таким туристическим точкам там типа дели так же махал а в сторону отъехал и он оказался свидетелем трагической истории когда молодая образованная университете девушка вышла замуж и через какое-то время через год ее муж избивается на мотоцикле и ее заставляют родственники мужа взойти на погребальный костер ее братья узнав приехали ее спасти но опоздали она сгорела то есть вы понимаете вот эту дикость остановили колонизатор я уже не говорю что вся цивилизация в египте все дороги почту почтовая связь все было создано англичанами и и в индии и в египте я выслушивала от людей жало жалобы что лучше бы англичане остались потому что правительство которые пришли им на смену настолько коррупционные что вы знаете от сегодняшним так сказать тем кто помнит будет так говорить английские правительства это кажется просто что это был просто рай поэтому вот сегодня наших детей в университетах обучают практически ложной версии истории им рассказывают про несчастных индейцев которых американцы уничтожили им рассказывают про колониализм в индии в египте что вот это европа проклятая пришла там всех ограбила разбогатела за этот счет но вы понимаете что вот этот колониализм если уже так говорить если продолжать эту тему то сегодня мы носим кроссовки которые нам обошлись там скажем 15-20 долларов или там 10 долларов даже они так дешево потому что их за 5 центов в час где-то делают в Китае там в Вьетнаме то есть мы сами сегодня в каком-то смысле являемся бенефишери то есть мы пользуемся этим колониализмом сами сегодня поэтому все что я могу сказать на эту тему что господа вот вам нужно садиться и читать самим историю садиться читать антропологию историю Калифорнии потому что когда вы посылаете детей в университет и даже не только в университет детский сад вы их посылаете им уже там начинают запудривать мозги понимаете и вот это полная катастрофа и я бы очень хотела вас попросить чтобы вы ну каким-то образом понимали чему учат ваших детей и чтобы они пошли уже в университет подготовленный что у них был какой-то иммунитет против того собачьего бреда который им там будут в голову втыкать возвращаясь вот опять же к вопросу образования сегодня очень трудно нам всем потому что вот так вот образованные люди захватили власть мы сегодня опять же находимся на оккупированной территории а что самое страшное это оккупация вошла в наши собственные семьи и сегодня очень многие эмигранты просто страдают от разрыва с детьми потому что то что они говорят дети им не верят они приехав 17-18 лет в университеты поверили там преподавателям и считают что их родители в лучшем случае какие-то старые динозавры а в худшем случае реакционеры белые националисты и так далее и так далее это очень тяжело потому что это сейчас проходит практически по всем семьям я очень много разговариваю с людьми и эта трагедия проходит по всем семьям вы знаете это очень длительная работа должна пройти чтобы как-то из этой трагедии выйти потихоньку постепенно маленькими замечаниями какими-то чтением книг подсовыванием каких-то статей ну в общем-то я просто сегодня на сегодняшний день сама в аналогичной ситуации поэтому я очень хорошо понимаю эмигрантов которым американское образование преподнесло такие чудовищные конфликты в семье Татьяна давайте мы в этом месте остановимся сделаем небольшой перерыв послушаем рекламные объявления после чего вернемся и продолжим отлично продолжаем нашу программу напомню в эфире экскурсия в новую реальность Татьяны Минакер Татьяна вы кстати упомянули Окленд город так вот последнее сообщение мэр города Окленд анонсировала новую программу когда цветным жителям будет выдаваться по 500 долларов в месяц ну без всяких так сказать условий как вы думаете это спасло вот это еще одна из вот таких вот фишек вот этой коммунистической пропаганды вот это все продолжение одной и той же темы что Америка вот ненависть к Америке Америка проклятая страна которая вообще выжила на рабстве что Америка вот все богатство ее на плечах вот этого рабского населения и поэтому сегодня мы должны им платить репарации поскольку они вот такие вот рабы там были они работали а мы все дурака валяли 10 поколений валяли дурака эмигрантов в Америку они вот нас содержали больше более страшного бреда даже сказать невозможно вы знаете что Америка и Великобритания были первыми двумя странами в мире которые запретили работорговлю уже в 1784 году Америка и Великобритания запретили привоз рабов более того любой капитан которого ловили в океане с грузом рабов тут же был повешен на рее этого корабля вот это был такой закон значит всего с периода вот начала привоза рабов в Америку их привезли 384 тысячи ну естественно как вы понимаете там геноцида не было то есть они размножились до сегодняшнего состояния в 40 почти 6 миллионов то есть 13,5% американского населения но дело в том что уже так сказать когда рабство было запрещено как я имею ввиду торговля рабами привоз их был запрещен то уже за счет натурального размножения их население начало резко увеличиваться номер два насчет так сказать насчет их вклада в американское процветание значит все кто хоть малейшее образование имеет знают что рабский труд самый низкопроизводительный и именно за счет этого южные штаты даже близко не могли сражаться с севером потому что у них не было денег элементарно там огромные огромные плантации были заложены перезаложены они там в долгах они в банкротствах были там не было никакой экономики нормальной реально серьезной понимаете серьезная экономика была на севере и вот этот период 860-65 когда шла гражданская война то есть когда рабство отменили то север был заинтересован в рабочих руках но в рабстве ни в коем случае никто не был заинтересован в рабстве понимаете уже в этот период уже всем стало ясно что это не работает и не приносит никаких серьезных так сказать доходов по сравнению с тем как приносят фабрики заводы железные дороги это все то чего там практически не было вот и мой в этом вопросе второе почему так сказать смехотворно сегодня платить черным за то что их какие-то предки когда-то были в рабстве потому что сегодня по большому счету вы можете встретить живых людей в России которые реально были рабами это были колхозники вы знаете что только в 1974 году колхозникам дали паспорта что это такое было вот вы говорите о рабстве о рабстве значит человек родившийся в колхозе он не мог никуда уехать не имел права его паспорт находился в сейфе у председателя колхоза он не мог нигде искать работу у него не было ни паспорта он нигде не мог прописку получить не поселиться нигде ничего он был рабом привязанным к этой земле я как-то случайно в Сибири оказалась в больнице и там женщина молодая была с Украины и все женщины в палате спросили а что ты вообще с Украины приехала в Сибирь она говорит а я из колхоза сбежала все сразу все поняли понимаете то есть было лучше быть свободной в Сибири чем на Украине в этой щирой доброй Украине быть колхозником а потом она сказала что ее собственная мать украла ее паспорт и отпустила ее из рабства колхозного так вот ее мать была председателем колхоза так вот понимаете в чем все дело реально половина Советского Союза все эти колхозники они все были рабами а люди которые жили аутсайд колхозов даже рабочие городские вспомните указы Сталина с сорокового года когда начальников на производстве в тюрьму посылали если они отпускали рабочих с производства когда было запрещено увольняться когда было запрещено переходить с места на место даже с предприятия на предприятие сегодня никто об этом не помнит но просто если вы чуть-чуть возьмете советскую историю вы увидите что рабство существовало реально в Советском Союзе до 1974 года я работала экскурсоводом в Ленинграде и я видела этих колхозников которые которые как бы в подарок там награждали поездкой в Ленинград они мясо покупали в Ленинграде и вот кровь капала с полок потому что они везли колхозы мясо они мясо никогда там не видели и никуда уехать они не могли у них паспортов не было и вот это сегодня никто не помнит никто сегодня не помнит что простите меня в Африке сегодня существует рабство лет 10 тому назад редактор газеты New York Times на спор поехал в Африку и за 50 долларов там купил 15-летнего мальчика понимаете то есть эти вопли по поводу рабства которое было в 1800 закончилось в 1860 году кстати одновременно пардон в 1861 году царь Александр II освободил рабов России а в 1865 значит рабство остановили в Америке и я вам хочу сказать что практически рабство было абсолютно нормальным социальным порядком в 90% стран и это даже странно что никто сегодня об этом не вспоминает почему-то Америка которая реально первая восстала против рабства причем белые люди которая воевала против рабства эта страна реально сегодня обвиняется в том что у нее было рабство когда-нибудь во всем это все равно что извините групповом изнасиловании единственное кто говорил не надо насиловать осужден а всех остальных отпустили как ни в чем не бывало они ни в чем не виноваты то есть бред абсолютный бред и если кто-то вам из ваших детей когда-нибудь начнет говорить про Америку про рабство объясните что Америка остановила рабство первая из всех стран мира вместе с Великобританией в то время когда оно существовало практически по сегодняшний день существует по сегодняшний день в той же Африке в мусульманских странах возвращаясь опять же к Окленду это трагедия но вы понимаете в чем дело что с другой стороны когда там начинают американцев обвинять в дискриминации то я считаю что американцы подвиг совершили потому что они привезли сюда в Америку те же самые племена которые вы будете опять же смеяться но в Африке в Африке сегодня есть людоедство и сегодня там есть человеческие жертвоприношения причем буквально год назад или меньше в Уганде 47 человек арестовали за человеческие приношения жертвоприношения чтобы выиграть лотерею понимаете а сколько там не арестовали я не знаю понимаете и фактически вот племена вывезли из каменного века у которых не было своей письменности не было своего языка их привезли в страну и фактически многих из них все же таки довели до цивилизации я уже не говорю что появились такие крупные ученые как Соуэл там такие судьи как Кларенс Томас это подвиг перетащить фактически из каменного века за какие-то 300 лет каких-то племена до уровня не только индастриал эйдж не только до уровня индустриального века но даже до уровня просто диджитал так сказать до уровня практически компьютерного века понимаете это невероятный подвиг американцы сделали и надо их благодарить и многим кланяться за это потому что это была чудовищная работа привести до христианства научить Библию читать ну это конечно миссионеры делали и вот это очень кстати интересный момент те из вас кто читал книгу в детстве мы все ее читали хижина дяди Тома то вы помните наверное что дядя Том простите вы помнить этого не можете я извиняюсь потому что те кто читал эту книгу на русском языке ничего помнить не могут поскольку перевод никак не соответствовал он был совершенно другой и резко отличался от оригинала в оригинале там все построено на христианстве дядя Том проповедует христианство там главные молодые герои едут в Лайберию проповедовать христианство ведь в чем еще была идея американского правительства Лайберия была организована для этих рабов им дали целое государство пожалуйста поезжай туда живи свободно от гнета белых устраивай свое государство но что они там сделали они ничего другого не знали они там рабство организовали которого в Америке уже не было Лайберия была рабской страной еще многие годы и это реально Лайберия свобода вот это так сказать то вы понимаете раб ни к чему другому как рабство не способен я всегда цитирую слова своего любимого друга Игоря Губермана боюсь как адовые напасти освободительных забот когда рабы приходят к власти они куда страшки господ вот к сожалению это то что сегодня происходит в Америке рабов пригласили к власти точнее их использовали чтобы захватить власть это то же самое что произошло в России только разница в том что там рабы были белые там рабов рабам объяснили что их эксплуатируют что надо восстать все отобрать убить рабовладельцев все поделить и тогда все будет хорошо что происходит когда рабы приходят в классе те кто из нас кто родился и жил хотя бы 30 лет в Советском Союзе хорошо помнят вот а здесь в Америке ну что мы можем видеть мы можем видеть вот то что разрешают воровать то что люди которые избивают вы знаете весь интернет полон фактически видео где подходят извиняюсь за выражение черный просто к старику часто к азиатскому и бьет его по голове или просто избивают и уходят и вы знаете опять же мой один родственник когда я назвала так сказать этих людей animals животными он сказал как вы можете людей называть животными вы знаете это оскорбление для животных потому что животные нападают когда они голодны и они так сказать уничтожают свою жертву чтобы ее съесть эти подонки нападают просто из садизма они даже не грабят а просто избивают стариков из садизма и вы знаете называть их животными это оскорбление для животных вот я хочу только одно сказать что вот выдача всех этих пособий вы знаете для нас иммигрантов это истерический хохот потому что так как мы приехали в эту страну голые практически с 90 долларами в кармане не зная языка не зная ничего многие никогда не водили машину потому что в тот момент когда мы эмигрировали в Советском Союзе 2% населения имело машину только не водили машины никогда в жизни компьютеры не видели здесь когда все все население уже так сказать ездило с 20 1920 года уже почти полностью было автомобилизировано то мы выглядели просто как я не знаю как пол дикари когда про многом во многих вопросах и мы встали на ноги научились работать и вошли в это общество и заработали на жизни заработали на образование своим детям я не говорю уже про ребята 1865 год уничтожено рабство после этого в Америку шли волны за волнами эмигрантов причем это были ирландцы там картофельный голод это были люди из восточной Европы это были евреи после убийства Александра Второго погрома 1881 года это были немцы там которые уезжали тоже волнами какими-то это были люди которые спасались религиозных гонений это было волны за волнами невероятный взрыв эмиграции 1903-1905 год из Италии Сицилия итальянская сумасшедшая эмиграция эти все люди приезжали голые нищие без языка и они все встали на ноги все начали работать все выучились и вот есть черная комьюнити которая аж с 1700 года раньше так сказать их привезли но фактически люди живут в Америке скажем в среднем минимум 300 лет они английского языка не выучили вам не нужно видеть цвет кожи человека вы берете телефон и вы сразу слышите что говорит черный потому что у него нету нормального английского языка вот в этом вся беда а речь и мышление это близнецы понимаете если человек не может говорить он мыслить не может если люди не выучили язык на котором они говорят и живут когда вокруг радиотелевидение там и так далее это показывает что с человеком не все в порядке а не с страной в которой он живет понимаете и они обвиняют белых обвиняют Америку что они не смогли там и так далее но на фоне того что с ними было 300-400 лет назад они очень много смогли но с другой стороны понимаете потакать этим обвинением их наоборот даже создавать это просто ужасно вы знаете вы будете смеяться но сегодня даже люди которые иммигранты которые последние там 30-40 лет назад приехали из Африки из той же Нигерии там даже из Кении предположим они очень многие из них стали на ноги и зарабатывают и выучились даже докторами стали там и инженерами и вы знаете вот интересно что я даже могу по взгляду и по поведению человека легко определить что это черный из вот так называемой Африка Американс или черный Африкан Африканс который приехал скажем 30-40-50 лет назад потому что у них даже взгляд другой это взгляд свободных людей вы понимаете и к сожалению вот рабство это психология и люди очень один из крупных теоретиков так сказать черного движения написал книгу It's okay to leave the plantation это нормально оставить плантацию то есть он пытался уговорить своих черных братьев не сидеть вот там где они там родились пять поколений жили на этих плантациях и сидели на Велфере подняться и куда-то ехать работать как это сделали многие откуда в Окленде кстати говоря сегодня черная община большущая дело в том что во время Второй мировой войны там находились заводы как не смешно которые спускали со стапелей вот эти Liberty Ships корабли которые везли в Советский Союз по Ленблизу самолеты грузовики оборудование эскаваторы и вот там нужно было огромное количество рабочей силы поэтому туда пришли черные на эти заводы и там они работали там они остались вот к сожалению дети вот не занимаются работой я должен сказать вина ложится полностью на демократическую партию на их лидеров потому что это целенаправленная политика вы помните курс Линдона Джонсона на борьбу с бедностью на которую потратили там 20 триллионов долларов то есть вот все эти подачки вот то что сейчас продолжается в частности в Окленде они как раз и сформировали вот это мировоззрение что ли я не знаю вот это отношение к жизни то есть им внушили что им должны и белые виноваты и правительство виноваты и страна виновата и у нас грех перед ними и поэтому мы им должны то есть это результат целенаправленной политики самое главное что все греху этому верят вот американцы уже их детского сада учат что они виноваты перед черными и вот это совершенно жуткая абсолютная ложь чудовищная ложь они подвиг совершили по отношению к этим черным что они из каменного века вывезли в индустриальное общество и освободили от рабства они же были там рабами их уже продали они в Африке уже были порабощены в Африке они были рабами их не американцы поработили их продали их собственные рабовладельцы они продали Их бы там съели просто, вот и все Извините, мы за мою грубость Кстати, вы упомянули, что Дети будут нам говорить Искажая историю, вы знаете, что Уже в школах внедряется Так называемый проект 16-19 Который рассказывает О том, что Америку построили Вообще Америка возникла Как страна, вот благодаря тем рабам Которых первых завезли И все отсюда пошло, а не какие-то там Революции, не какие-то там Били о правах Конституции Вы знаете, я прослушала недавно Блистательный совершенно топик Михаила Веллера, который очень четко Сказал, задайте вопрос Могли бы белые обойтись Без черных Великолепно, потому что Ирландцы ехали, потом, вы знаете Было же огромное количество Белых так называемых рабов, то есть Которые ехали, то есть они Трудом на 7 лет Так называемое это было Татьяна, мы вернемся к этой теме Вот про 7 лет Я знаю эту историю Но уже в следующий раз, поскольку Время наше подошло к концу Спасибо вам огромное И до встречи в следующий раз Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...